Сороки на слепой елане, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человечке и кричали «дри-ти-ти», другие кричали по зайцу «дра-та-та». Трудно разобраться и догадаться в этой сорочей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, какая тут помощь? Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком «все сорочье племя на кровавый пир», разве что так, «дри-ти-ти», кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку. Но подскочить совсем не могли, руки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались. Одна и та же сорока то дрекнет на «и», то дрекнет на «а». Это значило, что на слепую елань заяц подходит. Этот русак уже не один раз увертывался от травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет, и что значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу «дра-та-та». Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочие стрекотания. И так это они вроде как люди иногда от скуки в болтовне просто время проводят. Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок. Или, как охотники говорят, свою скидку в одну сторону, постояв там, скинулся в другую, и через десяток малых прыжков в третью. И там лег глазами к своему следу на тот случай, что если травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так, чтобы можно было вперед увидеть ее. Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки опасное дело. Умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след. И так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем. И как же, значит, бьется серчишка у зайчишки, когда он слышит лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать вместо скола молча свой страшный круг. Заяцу повезло и на этот раз. Он понял, собака, начав делать свой круг по елане, с чем-то там встретилась. И вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум. Можно догадаться, заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего подальше от греха, и ковыль-ковыль тихонечко вышла на обратный след к лежачему камню, а травка, разлетевшись на елане по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя, глаза в глаза увидела маленького человечка, и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная. Что думала травка, глядя на маленького человечка в елане, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для травки все люди были как два человека. Один антипыч с разными лицами, и другой человек — это враг антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а становится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила травка. Скорее всего, это антипыч, подумала травка, и чуть-чуть еле заметно вильнула хвостом. Мы, конечно, не можем знать, как думала травка, узнавая своего антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводе ручья, И там, как в зеркале, увидишь весь-то, весь человек большой, прекрасный, как для травки, антипыч. Из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки. Так вот точно, наверное, и травки, в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала, есть враг антипыча с точно таким же лицом. И она ждала. А лапа ее, между тем, понемногу тоже засасывала. Если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь, ждать больше нельзя. И вдруг ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня, ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для травки в болоте. Она услышала слово человеческое. И какое слово? Антипыч, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по охотничьи, от слова «травить». И наша травка вначале у нее называлась «Затравка». Но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя «травка». В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще «Затравка». И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании травки. Точно так же, как старый Антипыч, в самое старое время, новый, молодой и маленький Антипыч, сказал «Затравка». Узнав Антипыча, травка мгновенно легла. «Ну, ну», — сказал Антипыч, — «иди ко мне, умница». И травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверное, сама травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась. А то, если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча, и по собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неименуемо болото бы затащило в свои недры человека и его друга, собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился травке. Маленький человек принужден был хитрить. Затравушка, милая затравушка, ласкал он ее сладким голосом. А сам думал, ну ползи, только ползи. И собака своей чистой душой, подозревая что-то не совсем чистое, в ясных словах Антипыча ползла с остановками. Ну, голубушка, еще, еще. А сам думал, ползи, только ползи. И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький и хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец, в определяющем исход борьбы ударе, жить ему или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле и травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую и сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот уже достаточно выволоченный не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно, вслед за тем, он лег животом на ружье, выпустил собаку, и на четвереньках, сам, как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек, и где от ног его по краям росла высокая трава белоуз. Тут на тропе он поднялся, тут он оттер последние слезы с лица, отряхнул грязь лохмотьев своих, и, как настоящий большой человек, властно приказал «Иди же теперь ко мне, моя затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, травка бросила все свои колебания. Перед ней стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши. Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень, может быть, тот Антипыч, как травка его понимает, или по-нашему человек, когда-то в древнем прошлом его перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую человеческую правду. И мы думаем, это правда, есть правда вековечной, суровой борьбы людей за любовь. Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как недолг был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из Елани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно, травка — гончая собака. И делая ее гонять для себя, ну а для хозяина Антипыча, поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака, и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое, был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраша жили от нас через дом. И когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны. Глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из лесу гуськом. На плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними травка, собака Антипыча. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в блудовом болоте. И всему у нас поверили, неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров, и трудно сказать, на кого больше глядели, на волка или на охотников в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили, а вот смеялись, дразнили, мужичок в мешочке. И тогда незаметно до всех прежний мужичок в мешочке правда стал переменяться, и за следующие два года войны вытянулся. И какой из него парень вышел, высокий, стройный, и стать бы ему непременно героем отечественной войны. Да вот только война откончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал. Напротив, все одобряли, что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность. Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе. Кто мы такие и зачем попали в блудово болото? Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего, торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok